Привет! Наступил момент, когда Российскую Федерацию и народонаселение этой пока еще единой страны начали готовить к очередному жесту доброй моли. Простите, жесту доброй воли. Сегодня случилось забавный курьез. Российские пропагандисты написали новость о том, что принято решение перегруппировать войска возле Днепра. Значит, новость звучала следующим образом. Принято решение перебросить войска на более выгодные позиции, сообщает командование войск Днепр. Это то командование, в которое недавно прилетела ракета и убило как минимум трех полковников. Мы не скорбели и, в принципе, когда прочитали и узнали об этом, пришли к выводу, что можно и нужно еще. Не прошло и нескольких минут, и выяснилось, что эта новость аннулирована. Но я, человек, который фактически всю профессиональную жизнь работал в информационном агентстве, могу вам сказать, что так это не работает. Не бывает так, чтобы новости от Министерства обороны появлялись из ниоткуда. Да, в Министерстве нападения России сообщили о том, что это провокация, но не сообщили провокация кого. Так вот, это не провокация, это тренировка. И будем считать, что она прошла успешно. А перегруппировка, так они называют отступление, обязательно будет. И есть для этого причины. Ну, во-первых, российским оккупантам нечего делать на украинской земле. Все очень и очень просто. Ну, по крайней мере, живыми. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы здесь называем вещи своими именами. И почему я говорю, что это была не провокация, а анонс? Потому что на прошлой неделе Дмитрий Анальтольевич Медведев рассказывал о том, что очень-очень много контрактников приняли на службу в российскую армию. Но вот тут, как выяснилось, нашелся один честный человек, который прямо объяснил, откуда пришли эти контрактники. И снабдил это фразой. Резервов не будет. Про вот этих самых контрактников 300 тысяч, 400 тысяч, там уже непонятно их сколько говорят. Я бы хотел добавить такую ремарку насчет этих самых контрактников. Я разговаривал с одним своим товарищем, с мобилизованным, которого я вообще отговаривал, это у него была бронь, я его отговаривал. Говорю, не надо тебе мобилизоваться, тебе нужно пойти на контракт, как бы, ну, более-менее что-то будет понятно. Он меня не послушал, об этом он пожалел. Вот. И вот мы с ним разговаривали фактически через год с лишним после того, как он мобилизованный находится на фронте. И он сказал такую фразу, говорит, ну, я, говорит, буду контракт подписывать, потому что, ну, многие ребята все подписали, потому что, когда подписываешь контракт, так хоть понятно, ну, примерно, когда все закончится. А когда ты мобилизованный, то непонятно, когда у тебя все в жизни закончится. Так вот, к чему я все вот это вот сейчас говорил. К тому, что, блядь, резервы не придут, резервы это мы. Это истерический вопль российского оккупанта. Он в интернете проходит как блогер 13-й, а вообще он солдат российской армии. Егор Гузенко. И вот эта вот фраза, резервы не придут, а мы знаем, что происходит на левом берегу Днепра. Мы уничтожаем там российских оккупантов. Было столько уже сказано на тему того, что украинская артиллерия, ну, работает днем и ночью. Стрелять с высокого берега эффективно. И мы расширяем плацдарм. И вот теперь две новости. Да, перед дислокацией войск группировки Днепр. У них, кстати, там есть и группировка Центр. Ну, все как у нацистов. Тут совпадение четкое. И вот эта вот информация о том, что, блин, все то, что говорит Медведев, это исключительно алкогольное испарение. И на самом-то деле это не было ни для кого секретом. Это важно только в том плане, что это российский солдат изнутри российской армии об этом говорит. И насчет резервов тема, конечно, она очень и очень интересна. Придумал, где взять резервы российский гражданин Гундяев, который называет себя по какой-то причине патриархом. Это преступление. И где же, как не в России, где действительно проблема с популяцией существует. Огромная страна, а население совершенно недостаточно. Не говоря уже даже о экономике, это уже в последнюю очередь, но тоже. Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей. Это факт. Вообще, размышления российских нацистов, российских представителей о народонаселении, о демографии нужно снабжать вот такими вот кадрами. снятыми возле Авдеевки. Это очень и очень ярко и показательно. Путин тоже любит поговорить о демографии. И вот этот Гундяев. Он, кстати, патриарх чего? Московский поп? Очевидно, его все предусматривают и политики, и социологи. Но для того, чтобы это было так, кто-то там должен работать реально для того, чтобы увеличивалось население. А население может увеличиться. Просто, знаете, по движению, вот, садмиши палочки. Если вот эту проблему решим, если научимся отговаривать женщин от совершения абортов, сразу статистика пойдет вверх. Да, нужно искать резервы. Для этого российские товарищи женщины должны превратиться в комбинаты по производству солдат. Рожать, рожать и рожать. Нон-стоп. С перерывами, ну, каждые 9 месяцев. Между прочим, есть такие примеры, когда два брата родились в один день с разницей ровно 9 месяцев. Но глобально так это решается очень и очень сложно. Ну, по поводу волшебной палочки, которую надо взмахнуть. Ну, у меня дети есть. И, в принципе, я догадываюсь, что это за волшебная палочка. Единственное, что если ты один раз взмахнешь, то ничего не будет. Нужно просто позитивно относиться к жизни и беречь своих детей, а потом взрослых, которые вырастут, из этих детей, а не отправлять их на безумную войну. Ну, кадры мы эти все видим и знаем. И неоднократно такое уже случалось. И еще случится. Так где же брать контрактников? Какой палочкой взмахнет Дмитрий Медведев, ну и, соответственно, его начальник Путин. Маничела. 300 тысяч контрактников – это с горем пополам набранные добровольцы везде по военкоматам. И те самые мобилизованные, чтобы им жизнь понятней стала, они заключили контракты. Ну и, конечно же, да, добровольцы, там барсов этих всех собрали там в кучу всех под контракт. И вот это те самые контрактники. Это не какие-то неведомые люди, которые пришли неизвестно откуда. Это те же самые люди. На манеже, как говорится, все те же. И судьба мобилизованных в дальнейшем не ясна. Многие из них становятся контрактниками, чтобы как-то в жизни немного более-менее стало все понятней. Это я просто говорю к тому, что на самом деле происходит. То есть не надо сейчас думать, что я там кого-то этим пытаюсь дискредитировать. Я вам просто говорю как есть, говорю правду. Главная информация в данном случае – это, естественно, ну что, резервов не будет. Это важная информация. Я думаю, что этим Гузенко 13-м скоро займутся. И с большой вероятностью это будет не военная прокуратура, не какие-то судебные органы. С ним разберутся кадыровцы. Потому что он начал крышить батон на Рамзана Ахматовича. И чеченцам большой привет. Оказывается, в российской армии ходят такие настроения, что во время Первой и Второй Чеченской войн российская армия занималась деноцификацией. А если она занималась деноцификацией и не закончила ее, есть у меня соответствующее подтверждение позиции российского военнослужащего, то получается, что чеченцы – они нацисты. Где-то я это слышал уже. И такое у меня мнение, что, ребята, в Чечне, берите власть в России в свои руки. Нам с вами будет легче договориться. Но надо дать должное Рамзану Ахматовичу, что он Россию ставит раком в любую. При любом случае делает это жестко и публично. Визжат даже российские депутаты. Ну, я имею в виду о товарищах из Госдумы. Те, которые любят так щеки надувать. А оказывается, Чечня не Россия. Ну, тоже мне новость. Как говорил один знаменитый чеченский поэт, я не знаю, но мне вот чисто интересно, а в республике же есть русские чиновники? Ну, или чиновники другой национальности. Как они могут знать этот язык? Мне просто кто-нибудь объяснит? Этот язык, этот Егор сейчас реагирует на решение Рамзана Ахматовича Кадырова, что чиновники в Чечне, дети которых не говорят на чеченском языке, а только на русском, они будут уволены. И это интересный поворот. Очень интересный поворот. Сегодня любой сепаратизм начинается с языка. Если кто-то где-то требует статус своего языка, запомните, через 20 лет они будут требовать независимости. Через 20 лет. Язык один. Государственный. Русский на всей территории. У меня никаких противоречий нет, что в Чечне говорят на чеченском языке, в Украине на украинском, в Польше на польском, в Португалии на португальском, в Москве тоже должны говорить на чеченском. Я знаю, что вы согласитесь с этой точкой зрения. Но что говорит российский солдат? Блин, давно что-то никто не извинялся перед Рамзаном Ахматовичем. То он своим детям выбивает ордена, а Адам Кадыров вообще получил уже 6 орденов. И есть мнение, если он уронит свой китель, то в Грозном может быть небольшое землетрясение. Но ордена он получил за то, что избил русского. И Гузенко молодец. Чувствует, что он следующий. Или это уже официальное отделение от России. Или как это? Что это за е**? По-моему, где-то они закончили однажды деноцификацию. И теперь вот они, плоды. Там он еще пишет о том, что будет изучать чеченский язык. Ну и я думаю, что российская армия, она должна всячески поддерживать это. Потому что они тут как-то увлеклись языками очень сильно. Российские полицейские на Дальнем Востоке учат китайский язык. Это правильно. Ну а российские военные должны учить чеченский. У меня нет никаких претензий к чеченскому языку или какому-то другому. Вопрос в том, что как этот человек, будучи российским солдатом, это формулирует. Что, мол, язык некрасивый, он какой-то странный, он какой-то отвратительный. Это же об этом он говорит. Он говорит о деноцификации. А что значит в российской имперской конструкции деноцификация? Это уничтожение украинцев и чеченцев. И в данном случае меня радует только одно, что Рамзан Ахматович действительно, ну, всячески демонстрирует, что Россия находится в состоянии такой системной слабости и падения. Вот ребята из Грозного сказали, что нужно переписать учебник истории. Все российские. И его переписали. И сегодня привез учебник «История обновленный». К сожалению, в предыдущих редакциях учебника истории, на мой взгляд, некорректно излагались вопросы депортации. Мы с вашими коллегами были на связи и с вами, и со всеми главами регионов. И сегодня я хочу вам зачитать уже исправленную, восстановленную историческую справедливость. Тут важно смотреть на лица чеченских полевых командиров. Они смотрят на эту птицу или на этого хомяка из Москвы с ну просто нескрываемым презрением. Я надеюсь, они его не избили там. Хотя, ну почему бы и нет. Федеральным чиновникам нужно привыкать. Это вообще-то министр просвещения Российской Федерации, а не кусок г**а. Хотя, может быть, кусок. И сегодня в разделе в 10 классе, в разделе депортации текст звучит следующим образом. Трагическая страница в истории Великой Отечественной войны стала массовое выселение в условиях близости фронта и боевых действий в 1941-1944 годах народов, огульно обвиненных ВКО в предательстве Узбородственного комитета обороны. Насильственному переселению депортации подверглось 12 народов, которые лишились не только родной земли, но и национально-территориальных автономий, имевших большинство из них. В кратчайшие сроки сотни тысяч человек под конвоем высылались в другой конец страны, в Сибирь и Среднюю Азию. Наряду с отдельными отщепенцами и предателями пострадали и совершенно безвинные и лояльные советской власти люди. Какие они подвижные? Ну, россияне в смысле, русские. Значит, что было написано в предыдущей версии? А предыдущая версия была отпечатана на всю Рашку, ну, буквально месяц назад. Там было сказано так, на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар, Государственный комитет обороны в 43-44-х годах принял решение ликвидировать государственное образование этих народов внутри Советского Союза и подвергнуть их коллективному наказанию, насильственному переселению, депортации. То есть, по факту, Мединский, все эти народы объявил коллаборантами, но и все промолчали, а чеченцы нет. И так будет и далее. Значит, что у них там происходит? Значит, почему я говорю о том, что они строят депутатов Госдумы? Ну, что у них произошла такая интересная штука. В будущей Чечерской армии уже формируются именные национальные батальоны. Во-первых, батальон Шейха Мансура. Он создан, и сейчас появилось еще одно подразделение Байсангура Бенаевского. Кто эти люди? Значит, несколько столетий назад они воевали с российской царской армией, защищали свою землю, свои народы. Они все были повешены или замучены российской царской армией. И если так разобраться, кто они? Ну, по факту, это Степан Андреевич и Бандеры, только чеченские. И после того, как Кадыров пришел в власти, он эти названия, эти имена всячески старался забыть, а вот теперь вспомнил. И это здорово. Как появление батальонов, названных в честь людей, которые воевали с Россией, оценивают сейчас в Государственной Думе. Например, первый заместитель Комитета Госдумы по делам СНГ, знатный украинофоб Константин Затулин. Он говорит, на данном этапе развития России стоит идти на определенные уступки и допускать какие-то компромиссы. Ничего себе. Если так будет продолжаться, то следующая перегруппировка, она произойдет не только на левом берегу Днепра, но и в Чечне или Ичкерии. Значит, генерал Ермолов воевал с этими людьми, и он в российской историографии признан чуть ли не национальным героем. И вот теперь в рамках российского государства появляются воинские подразделения, которые будут носить имена людей, которые воевали с этим Ермоловым. Мне нравится еще мнение члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева. Это генерал-лейтенант, который когда-то выступал против ЧВК Вагнер, и вагнеровцы хотели его отыметь в задний проход. Извините за натуралистические подробности, то, что они объявили, то я, собственно говоря, всеми напомнил. Так вот, он нарывается, что теперь в очередь к этому деду, а этот человек уже достаточно пожилой, и да, нацист российский, теперь после вагнеровцев могут подойти и кадыровцы. Значит, он требует разобраться, почему в Чечне для новых батальонов выбрали имена людей, воевавших против России. Депутата Соболева, этнического русского, быстро поправили другие депутаты, например, Адам Деленханов, который говорит, что коммунисты это дно, что они разжигают, и они не заслуживают снисхождения. Но, если разобраться, что это такое, значит, как тут заключил Модест Колеров, все это говорит о слабости Москвы в отношении Кадырова. Значит, позорное молчание Кремля это хуже, это слабость Кремля. И после этого кто-то будет рассказывать новость, и после этого кто-то будет аннулировать новость о том, что принято решение провести очередной жест доброй воли и выйти на более выгодные позиции. Слово не воробей. Готовьтесь драпать в рашу, товарищи российские оккупанты. Ведь все прекрасно знают, что Украина была, е и бода. Подписывайтесь на канал, называем здесь вещи своими именами. До побачення. Редактор субтитров